Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, и это 52-й урок. В этом уроке я хочу вам показать интересный модуль, который позволит сделать вам вот такую вот угловую рекламу на вашем сайте. Ее можно разместить либо слева, либо справа наверху. Как она вообще работает? Уголок сайта вот так вот как будто отклеился, висит, и мы видим какой-то текст. Если мы туда наведем мышь, уголок отгибается еще больше, и здесь показана какая-то картинка, и на нее мы вешаем ссылку. То есть здесь можно разместить какую-то, может быть, акцию, интригующий какой-то текст. Может быть, вы что-то продаете или рассылка, или собираете подписчиков. Ну, или же здесь можно повесить рекламу человека, который, например, вам заплатил за рекламу, чтобы размещаться на вашем сайте. Но это мы уже не рассматриваем, потому что такое возможно только если ваш сайт будет популярным. Скорее всего, вы можете использовать это в своих нуждах. Например, выделить в вашей нише что-то важное. Как я уже говорил, например, собрать базу подписчиков. То есть вы за подписку отдаете что-то ценное. Данный модуль вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Итак, я перехожу в рабочий сайт, и давайте установим данный модуль. Загрузить и установить. Модуль у нас установился. Переходим к расширению менеджера модулей. Он у меня наверху. Захожу внутрь. Настройки. Сразу включаем. Заголовок скрываем. Позицию выбираем. Выбирайте модульную позицию. Ту, которая находится наверху сайта. Я выберу позицию баннер. Привязка к пункту меню на всех страницах. И давайте рассмотрим настроечки. Первая опция. jQuery или Flash. То есть, смотрите. Вот этот уголок. Он выполнен в jQuery. Раньше, если вы знаете, популярный был Flash. Давайте посмотрим, как выглядит Flash. Выбираем Flash. Так как от Flash отказались. Сейчас на замену ему пришел HTML5. Поэтому многие устройства, то есть телефоны, не поддерживают Flash. Значит, уголок не будет виден. Поэтому я вам настоятельно рекомендую здесь выбирать jQuery. Давайте посмотрим на сайте. Да, соглашусь, что Flash смотрится лучше. То есть красивее. Вот сейчас вы видите, да, уголок такой при наведении. Здесь видно даже на уголке отражение. Но это отражение можно отключить. Пока оставляем Flash. Но на рабочем сайте я советую вам использовать jQuery. Следующая опция. Где выводить? Справа или слева на сайте. То есть можно вывести в углу слева. Следующая опция Auto Open. То есть автоматическое открывание, как только сайт подгрузился, у нас по умолчанию выключено. Enable. Это мы включаем. Auto Open Speed. То есть автоматическое открытие скорость. Создается здесь. Через какое время закрыться окно. Оставляем как есть. То есть 5 секунд. Здесь не мильсекунды. Вот написано Second. 5 секунд. И 0,1 секунда открывается автоматически. Давайте сохранимся. Смотрите, я обновляю сайт. И окно, видите, само отогнулось, не дожидаясь, пока я мышь туда наведу. Данную опцию я отключу. Дальше. Тема. Светлая или темная? Давайте сразу посмотрим, чтобы вы понимали, где это. Ставлю Dark. Темная. Сохранить. Обновляю сайт. Здесь не видно. Это у нас работает на jQuery. Выбираем jQuery. Сохранить. Вот этот уголок, который отгибается, он будет темный. Обновляем сайт. Вот видите, он темный сейчас, да? То есть это для jQuery. Если берем Light. Сохраняемся. Обновляемся. То это будет светлый. Вот видите, уголок светлый. Следующие пошли опции. Это у нас картинки. У нас здесь две картинки. Маленькая, пока уголок отклоняется немножко, да? И большая, когда мы наводим мышь. Если мы наведем мышь вот на этот глазик, то мы здесь видим полную картинку. Это у нас большая картинка. А здесь маленькая. То есть мы должны под нашу тему, например, на фотошопе подготовить изображение. И вот здесь ниже идут размеры 80 для маленькой картинки, 500 пикселей для большой. Мы видим, что картинка квадратная, значит нам нужно создать квадратную картинку 80 на 80 пикселей. Маленькую и большую 500 на 500 пикселей. Давайте отправляемся в фотошоп и посмотрим, что мы можем сделать. Открываем фотошоп и создаем новый документ. Ширину и высоту здесь прописываем. У меня стоит уже 500. Нажимаю ОК. Задаем какой-то цвет. В общем, вы должны подготовить здесь какой-то свой материал на большую картинку. И помните, что у нас будет видна только одна часть данной картинки. То есть вот эта правая сторона. Поэтому вы должны весь контент основной разместить здесь. То есть если какой-то текст, чтобы его было видно. Я не буду здесь сильно стараться. Я просто перенесу картиночку и размещу примерно вот так. Чтобы ее было видно. Вы готовите какой-то свой текст. В общем, когда у вас все готово, вы нажимаете файл «Сохранить для веб». И на компьютер сохраняем данную картинку. Убедимся, что вот здесь стоит JPEG. PNG нам не нужно. Качество ставьте, какое считаете правильным. Но лучше поставить хорошее качество, я думаю. И сохранить. В названии файла не используйте русские буквы. Joomla не пропустят. К загрузке. Сохраняемся. Дальше это мы закрываем. И идем в файл. Создать. Мы создаем теперь квадратное изображение. 80 на 80 пикселей. Ок. И здесь вы должны повесить какую-то интригу. То есть здесь какой-то текст, который побудит человека навести мышь. То есть заинтересует его. Опять же, здесь что-то должно быть на вашу тему. Ваш сайт, например, о рыбалке. Значит, здесь нужно что-то о рыбалке. То есть не левую какую-то информацию. Чем вы лучше здесь придумаете, как заинтриговать человека, тем больше отдачи вы получите от конечных пользователей. И, например, я просто напишу здесь. Беру инструмент текст. Напишу просто бесплатно. У меня здесь задан большой шрифт. Я уменьшаю размер. Изменю шрифт. Другой возьму здесь у меня. Изменю размер. Цвет надо поставить белый. На красном лучше смотрится. Ctrl-T. Поверну. С зажатым шифтом я убавлю размер. Так, чтобы не нарушать пропорции. Я сейчас особо не стараюсь. Просто вам показываю. Примерно как должно быть. Например, у вас все готово. Нажимаем сохранить для веб. И сохраняем на компьютер. Идем на наш сайт. И маленькое изображение у нас снизу. Нажимаем выбрать. Загружаем. Можете загрузить сразу оба изображения. Загрузить. Выбираем маленькое. Вставить. А в верхнее мы выбираем большое изображение. Сохраняемся. И на сайте смотрим. Здесь у меня получилась корявинка. Слово бесплатно. Выглядит неровно. Но вы поняли принцип. Я особо не старался. Вы здесь делаете уже так, как вы считаете нужным. И при наведении. Видно, картиночка у нас отображается. Какая нужна. Та, которую я указал. Двигаемся дальше. Анимацион Speed. Это скорость анимации. Отгибание вот этого уголка. Когда я навожу мышь. 4 это медленно. То есть единица будет очень быстро. Дальше вот эти опции. Это у нас. Идет интеграция со встроенной настройкой Joomla. Создание баннеров. То есть для клиентов. Там, где ведутся подсчеты кликов, показов. Здесь нужно выбрать, например, баннер. Здесь выбираете клиент. То есть он создается в баннере. И Joomla баннер категория. О чем идет речь. Сейчас я вам быстро покажу. Но подробно останавливаться не буду. Так как это актуально только тогда, когда у вас сайт очень популярный. И тут вы уже сможете разобраться, я думаю, без меня. Там ничего сложного нет. Вот здесь видите компоненты баннера. Здесь создаются клиенты. То есть человек вам обратился с таким вопросом, что он размещает вашу рекламу у вас на сайте и платит вам за это деньги. И вы здесь создаете, например, клиента. Здесь пишется название, имя контакта, контактный адрес электронной почты. И тут видите, отслеживать показы. То есть сколько показывался реклама конечным пользователям. И отслеживать клики. То есть здесь идет подсчет кликов, чтобы предоставить потом вашему человеку, который у вас заказал рекламу, сколько человек кликнул на сайт. В общем, здесь подробнее останавливаемся. Здесь создаются категории. Здесь создаются баннеры. И вот этот модуль, который сейчас мы с вами рассматриваем, он интегрируется, видите, вот с этой баннерной системой самой Joomla. Переходим обратно в менеджер модулей. Мы сейчас рассматриваем данный модуль именно со стороны, чтобы мы сами его использовали для наших нужд. Поэтому здесь, как я уже сказал, мы подробно на баннерах останавливаться не будем. Захожу обратно в этот модуль. Дальше, смотрите, если мы выберем флэш, перейдем на сайт, наведем, видите, на уголочке, который отогнулся, идет отражение нашей картинки. Вот здесь есть такая опция, отключить отражение. Disable, это отключить, отключаем, сохраняемся. Обновляем сайт. Если навожу мышь, видно, что отражения нет. Дальше идет цвет вот этого уголочка, который отгибается. Код цвета, любой, можете прописать здесь, если вы хотите сменить цвет. Это работает только если выбрано вот здесь флэш, для флэш. То есть я беру фиолетовый код цвета, вставляю его здесь. Как брать код цвета, я надеюсь, вы знаете. Выбираем здесь флэш, сохраняемся, и у нас получается вот такой, видите, фиолетовый уголок. Но я использую jQuery, поэтому эта функция нам не нужна. И последние две опции. Как открыть ссылку. В этом же окне или navwindow в новом окне. Естественно, ставим в новом окне. Ну и здесь вы удаляете ссылку и прописываете тот адрес, который вы хотите, чтобы находился вот на этой большой картинке. Соответственно, если я кликаю, меня перебросит на тот адрес, который я укажу вот здесь. Вот и все, в принципе, об этом модуле. Напоминаю вам, данный модуль можно скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. А мы увидимся с вами в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.